Комик, президент, главнокомандующий воюющей страны. Это то, что про Владимира Зеленского знает каждый. Но кто же он такой на самом деле? Действительно ли он случайно попал в политику? Каким президентом был до войны? Что у него общего с Лукашенко? Стала ли для него так называемая российская спецоперация неожиданностью? И насколько мировые лидеры опасаются его потенциальной роли победителя в этой войне? Меня зовут Иван Прус, и в нашем спецрепортаже мы поговорили с экспертами, политологами, людьми из команды президента Украины, чтобы найти ответ на вопрос, кто такой Зеленский. Ему никто в самом начале не говорил, мы тут запускаем сериал, мы тебя прокачаем, и дальше через какое-то время ты станешь президентом. Нет. Ну, пришел комик к власти. Расчет был на то, что Зеленский очень слабый и некомпетентный лидер, которого легко обхитрить. Многие поначалу сравнивали Зеленского с Лукашенко. Действительно, Зеленский в первые месяцы очень часто приезжал в регионы, там, раздавал команды. Найдите мне этого черта. В чем проблема, если сейчас существует телефонная связь? Кремль больше трубку не берет. Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам где-то пообещаю и сразу выполняю. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президента Украины. 31 декабря 2018 года, новогодняя ночь, в эфире у крупнейшего телеканала страны «Один плюс один» вместо традиционного новогоднего обращения президента, на тот момент им был Петр Порошенко, выступает Владимир Зеленский. И он заявляет о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые назначены на март 2019 года. Когда непосредственно вы узнали о его планах? Я с ним познакомился в начале декабря 2018 года, еще до того, как он объявил о походе в политику. И в время знакомства, конечно же, он объявил о том, что он собирается баллотироваться. Наша встреча происходила в офисе 95-го квартала на Лукьяновке. Разговор состоялся поздно вечером. Меня туда пригласил Андрей Богдар, на тот момент его глава штаба, с которым я был знаком до этого много лет. На встрече были также братья Шефиры и Иван Баканов. И они тогда объявили о том, что вот такая вот собирается компания на выборах президента. А сам Зеленский рассказал о своих планах, сказал, что он хочет поменять правила игры в Украине, хочет, чтобы политика стала честной, чтобы у каждого была возможность попробовать себя, чтобы лишить политиков этого налета сакральности и небожителей, чтобы люди могли влиять на власть. И при этом сказал, что его цель, чтобы после того, как он закончит быть президентом, чтобы его дети гордились, когда шли по улице и узнавали, что они принадлежат к семье Зеленских. Как украинское общество отреагировало на то, что Зеленский решил выдвигаться в президенты? И Порошенко, который впервые депутатом Верховной Рады стал в 98-м году и прочее, 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 прочее. И они слишком долго на украинской политической сцене, и слишком долго не было прорыва результата, которого все-таки украинское общество ждет. И ждало оно его Петра Порошенко в 2014 году, который в 2014 году шел на выборы со словами про реформы. Это уже через пять лет Порошенко забыл про реформу, и осталась армия Мова-Вира в его предвыборной кампании. И поэтому, мне кажется, что Владимир Зеленский и его команда, они очень четко отчитали вот это настроение, они очень хорошо противопоставили Владимира Зеленского всей системе. То есть это не конкретно Петру Порошенко, нет, это вообще всей системе. И когда он сказал на дебатах Порошенко, что я вам не конкурент, я ваш приговор, ну, это так и было, да. По-перше, я не ваш оппонент, я ваш вырок. Я думаю, что Тимошенко серьезнее отнеслась к Зеленскому, чем Порошенко изначально, потому что Порошенко был ослеплен на тот момент своей должностью, своей властью. Я помню свой разговор с Тимошенко между, а перед выборами это было где-то за месяц, наверное. Мы тогда были депутатами парламента, она меня позвала на беседу, которая проходила на третьем этаже, в кулуарах, и она сказала, что поддержи меня, потому что Зеленский – это стаблиник олигархов, это человек Коломойского, ничего хорошего не будет, а вот у меня есть там какой-то план действий и так дальше. Ну, понятно, что, во-первых, я, конечно, страшного сне не мог представить, чтобы поддержать, во-вторых, все свои страхи она как бы положила на Зеленского. То есть то, о чем она говорила, она говорила о себе, но возложила эти характеристики на другого человека. До выборов Зеленский действительно воспринимался, ну, как актер, хороший актер, успешный актер, один из, наверное, самых успешных актеров и частично продюсеров в Украине. Много продуктов, которые создавала группа Зеленского, они имели общемировую какую-то известность, капитализацию, монетизацию, наверное. Поэтому по рассказам моих знакомых, Зеленский, ну, долгое время, наверное, пока его не начали замерять в рейтингах, он не предполагал, что может такой слом произойти, что вот Зеленский может просто взять и обнулить классическую политическую систему. А меня бы на одном виде туда отправили. Если бы можно было, я, блядь, им бы устраивал. Кортежи? Нахуй! Льготы, блядь, ваши? Нахуй! Дачи нахуй! Всех вас, сука, нахуй! Чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. А президент этот, сука, жил как учитель. Были ли какие-то соцопросы, когда по телевизору шел сериал «Слуга народа» на тему, хотят ли украинцы видеть в роли президента Голобородька? Ну, на самом деле, это типичный вопрос в социологических исследованиях. Такой образ, который был у Голобородька, простой человек из народа, который слышит простых людей, в то же время не системной политики, не связан с коррумпированными элитами, это был очень популярный образ. А верно ли, что украинцы, они все-таки больше голосовали не за Зеленского, а как раз-таки за того героя «Слуги народа», этого президента Голобородька? Я понимаю, это популярный стереотип, ну, даже социологические исследования, где, ну, скажем так, по-разному, с разными вопросами, с разными инструментами исследовали, это просто не подтверждает в полном мире эту версию. Сериал предложил ролевую модель, сценарий, схему, если хотите, политтехнологию, как можно сделать изменение украинской политики, как можно привести во власть человека не из политики. Моменты, которые абсолютно очевидны для украинской политики, они были показаны в сериале «Слуга народа». Продажные чиновники, там, их замочить, как это, запрос простого человека от земли, чтобы простой человек от земли пришел и правил, как он считает нужным, то есть это вещи, которые они лежали на поверхности. Я не думаю, что кто-то продумал многоходовку, запустил сериал «Слуга народа» и потом вот таким образом подвел Зеленского. Нет. Здесь, скорее всего, вот именно так сложились обстоятельства. И, насколько я знаю, что Зеленский не так много времени прошло между его решением и президентскими выборами, то есть он это не планировал, ему никто в самом начале не говорил, мы тут запускаем сериал, мы тебя прокачаем, и дальше, там, через какое-то время ты, значит, станешь президентом. Нет. Есть версия, согласно которой Зеленского в политику привел миллиардер Игорь Коломойский. Зачем это нужно было и Коломойскому, и Зеленскому? Ну, прежде всего, для Коломойского президентские выборы 2019 года, это были выборы, на которых он пытался доказать Петру Порошенко, что он может избрать, или, по крайней мере, посодействовать избранию любого другого кандидата, который с легкостью победит Петра Порошенко. На самом деле, изначально Игорь Коломойский планировал ставить на Юлию Тимошенко, судя по всему, так было до конца 2018 года. В октябре 2018 года начал формироваться штаб Владимира Зеленского. Я не думаю, что сам Владимир Александрович, как и Игорь Валерьевич, мечтали о том, что бывший комик, или на тот момент художественный руководитель студии «Квартал 95» имеет большие шансы на победу в президентских выборах. Для Коломойского это была игра, для Зеленского это была заявка на политику, но я думаю, что команда Зеленского рассчитывала получить призовое третье место или четвертое, и уже от этой избирательной кампании начать формировать свою политическую силу, партию «Слуга народа». И никто не ожидал, что будет такой ошеломительный успех у Зеленского. До последнего, мне кажется, не верил и Игорь Коломойский, но это случилось. А какие вообще отношения связывают Зеленского и Коломойского? Как их можно охарактеризовать? Они бывшие бизнес-партнеры. Я не знаю, насколько сейчас они поддерживают отношения, но в 2019 году они были бизнес-партнерами вплоть до инаугурации президента Зеленского. Насколько дальше их какие-то бизнес-интересы пересекались, сложно сказать. Но я делаю следующие выводы. Если Владимир Зеленский является одним из акционеров студии «Квартал 95» и получает оттуда дивиденды или роялти, а продукт студии «Квартал 95» выходит на телеканале «1 плюс 1», владельцем которого есть Игорь Коломойский, то я делаю вывод, что они до сих пор являются бизнес-партнерами, потому что Игорь Коломойский платит студии «Квартал 95», а студия «Квартал 95» платит роялти Владимиру Зеленскому. Избирательная кампания Зеленского, она запомнилась этими самыми знаменитыми дебатами с Порошенко на стадионе. А чья это вообще была идея? Эта идея была самого Зеленского. Сколько бы люди не искали какого-то там тайного советника. Конечно, вокруг работает много очень талантливых людей, но все равно идеи приходят к нему в голову. Например, сейчас мы говорим в апреле 1922 года, когда война идет, и все спрашивают, а кто пишет ему новое вступление, кто придумывает эти образы. Это он сам пишет, он придумывает. Есть у него человек, который находится возле него, Дмитрий Литвин, сейчас, который помогает, собирает мысли, собирает смыслы в стройный текст, но набрасывает этот эскиз именно Зеленский. Точно так же и тогда. Это было, конечно, для всех настолько неждурно, что некоторые поразились его дерзостью, но многие оценили его смелость, потому что считалось, что Зеленский дебаты априори проиграет. А в итоге он их выиграл. А разве не было очевидно, что Зеленский выиграет эти дебаты, потому что он умеет хорошо говорить, и у него большой опыт выступлений на сцене. То есть это не понимали и люди, и Порошенко тоже? Нет, это задним числом легко рассуждать, когда ты уже видишь Зеленского, спустя почти три года на работе. Это, кстати, уже прошло три года на президентстве, вот так незаметно. Нет, это сейчас легко, тогда многие считали, что для него это провал. Он не сложится удать с собой, это будут его провальные дебаты. Поэтому давайте не заблуждаться. Касательно его талантов, они у него были, но у него были намного меньше знаний на такой момент, пониманий процессов. Его экспертиза была слабее, и он все равно взял, рискнул и выиграл. Очевидно было, что дебатов избежать не получится. Он избегал их все это время. И, конечно же, это их было решением, это мы все помним, предложением провести их на стадионе, после чего стало ясно, что никаких дебатов на стадионе, конечно же, быть не может. Это будет шоу, где сумм аудитории, собравшейся, будет играть максимальную роль. То есть вот эти децибелы поддержки и там осуждение кого-то. То есть это не та обстановка, в которой можно вести сколько-нибудь задержательных разговоров. Плюс мы же помним, что потом в сеть попала вот эта вот бумажка, план его выступления с тезисами, которые были основными, которые нужно было там продемонстрировать. Основные тезисы сводились к тому, что Порошенко преступник и предатель. Как бы дебаты, если их называть дебатами, конечно, он выиграл. Мы помним этот прием. Значит, я сейчас на сцене, там, встану на колени, помолюсь за наших бойцов на востоке Украины и так далее. То есть это, конечно, были сильные ходы, но, к сожалению, ничего содержательного в этих дебатах не получилось. В этом смысле это, конечно, победа Зеленского. Но на самом деле, к сожалению, и Порошенко провел эти дебаты не самым лучшим образом. Вот все, что он пытался говорить, это то, что вы покупаете обертку, не зная, что внутри. И, в общем, как бы вел себя человеком обороняющимся, на самом деле, оправдывающимся, а не высказывающим собственного программа. То есть здесь сработала просто усталость от войны, люди хотели видеть новое лицо, и, в конечном счете, все равно эту же войну получили. В первом туре Зеленский набрал 30% голосов, а во втором уже 73%. За счет чего он смог за три недели нарастить свой электорат? Ну, во-первых, нужно понимать, что во втором туре принимает участие только два кандидата. Да, но люди же могли начать голосовать за Порошенко, те, которые ранее голосовали условно за Тимошенко или других кандидатов. Но они именно голосовали за Зеленского. Да, вы абсолютно правы, я к этому и пытаюсь подвести, что второй тур это голосование не за кого-то, а против кого-то. И, кстати, 30% в первом туре это заниженная поддержка Владимира Зеленского, только потому, что очень много его потенциальных избирателей не верили, что он действительно может получить столько голосов, и поэтому голосовали за более реалистичных, по их мнению, кандидатов. Если мы видим уже партийные рейтинги через несколько месяцев, то почти 50% проголосовали за его партию, это что тоже отображает его личный рейтинг. Если верить о 73%, это на самом деле половина из них это те, кто действительно поддерживает и хорошо относились к Владимиру Зеленскому. Вторая половина это на самом деле те, кто голосовали против Петра Порошенко. Если начнем говорить еще со времен предвыборной кампании, то в принципе во время предвыборной кампании 2019 года, то и очень горячей в Украине предвыборной кампании, Лукашенко так не напрямую, но можно сказать поддержал Порошенко, потому что когда во второй тур вышли собственно Зеленский и Порошенко, Лукашенко комментируя, отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, он сказал, что если украинцам не за кого голосовать, то пусть вообще не голосуют. И это можно воспринять как такую непрямую поддержку Порошенко, неподдержку тех голосов за Зеленского, которые как голоса протеста, голоса против действующей системы. Вот Лукашенко так высказался. И потом, когда во время инаугурации Зеленский первая фраза, когда были опубликованы экзит-полы, результат экзит-полов, что Зеленский набрал 73%, и одна из первых фраз Зеленского была «Хочу обратиться к гражданам постсоветских республик, посмотрите, все возможно». И это тоже можно воспринять как сигнал не только в сторону России, он же не сказал «посмотрите, граждане России», он сказал «посмотрите, граждане постсоветских республик, все возможно». И это тоже могло быть воспринято в Минске как такой определенный укол в сторону Лукашенко. Тем не менее, потом Зеленский и Лукашенко действительно выстроили такие доверительные отношения в традициях всего украинского политикума. Многие поначалу сравнивали Зеленского с Лукашенко, потому что он был в чем-то на него похож. Популизм, он также мог обращаться к людям на «ты», он мог на совещание кого-то поднимать, отчитывать и вникать в те сферы, в которые как будто бы президент и не должен разбираться. На самом деле это так? Да, в первые месяцы каденции Владимира Зеленского очень много было таких сравнений, что Зеленский просто копировал где-то стиль Лукашенко и с точки зрения пиар-технологии команда Зеленского это очень умные пиарщики, это же телевизионщики все, они прекрасно построили свою предвыборную компанию, использовали все слабые стороны своих оппонентов и собственно благодаря этому и набрали те 73% и поэтому после избрания, после того, как началась каденция Владимира Зеленского я считаю, что они опять-таки весьма правильно на тот момент прочитали настроение украинского общества, в котором тогда Лукашенко был самым популярным иностранным политиком. Действительно Зеленский в первые месяцы очень часто приезжал в регионы, раздавал команды построить мост до такого-то числа, найдите мне этого черта и так далее. У вас какой телефон? Айфон? Уточню. У вас телефон айфон? Азвитки айфон? Маленькая зарплата, мне кажется властью, уже 30 минут. Потом, почему он тогда перестал этот образ эксплуатировать? Ну, ситуация изменилась уже после августа 2020 года, но это уже выглядело бы совсем по-другому, но мне кажется, что он перестал эксплуатировать этот образ еще раньше, когда, собственно, в СМИ весьма часто его начали сравнивать с Лукашенко. Много Владимир Александрович журналистов, они точно мои ваше заявление истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет, родные мои. А вы не стесняйтесь. Это шутка, Александр. Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тяну, я не стесняюсь. Верно ли, что в Кремле с одной стороны были даже рады приходу Зеленского, потому что, ну, пришел комик к власти? Были не рады уходу Порошенко, потому что Порошенко, как бизнесмена, полностью понимая его дух и природу, можно было склонить к компромиссным и сепаратным договоренностям, таким, как Минские соглашения. Минские соглашения. Комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе, принятая в 2014-2015 годах. Согласно Минским, соглашениям, Украина должна была ввести Верховную Раду депутатов от сепаратистских республик, не контролируя при этом процесс их избрания. Я согласен с тем, что это было под дулом автомата после Дебальцева и Лавайска, после поражения украинских войск, и это в какой-то степени Порошенко оправдывает. Но замечу, что под дулом автомата Зеленский в конце февраля 2022 года не сделал того же самого. Поэтому расчет был на то, что Зеленский очень слабый и некомпетентный лидер, которого легко обхитрить. Этот расчет не оправдался, как, я говорю, не оправдался самый главный расчет на то, что клоун сольется в самом начале войны. Клоун не слился и оказался, скорее, современным Черчиллем. Мы не говорим, что была дружба, не дай Боже, и вряд ли были теплые отношения, их не было с Владимиром Путиным, но было какое-то понимание, которое привело к возвращению 150 украинских пленных, к тому, что были промежуточные достижения мира, которые действительно спасли много жизней, когда неделями и месяцами на Донбассе не было войны. В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных». Что можно отнести к успехам Зеленского за время его президентства и как его успехи отражались на экономике страны? У нас парламентская президентская система. Президент формально за экономику не отвечает. Но что удалось Зеленскому? Он смог, благодаря победе на парламентских выборах, он смог, причем победе тотальной, впервые за все время украинского парламентаризма одна партия, партия Зеленского, смогла получить большинство депутатских мандатов в парламенте. У нас никогда такого не было. И возникло однопартийное большинство. Это позволило Зеленскому влиять на экономическую политику. однако, как показала практика, это не та ситуация, где можно было бы быстро провести изменения. К сожалению, инерционность украинской политики, экономической системы, зависимость от элигархата оказалась очень большим. И Зеленский понял, что Блицкрига здесь не получится. В первую очередь принес новый моральный императив. Он принес ценностный компас, которого у нас раньше не было. Потому что этот ценностный компас был настроен на примитивную схему. Есть схема товар-деньги-товар. Здесь была схема власть-деньги-власть. Эти конвертации одного в другое. Сам Зеленский за три года президентства не стал олигархом, не стал миллиардером. У него нет своих смотрящих в компаниях, у него нет своих фирм-прокладок, у него нет своего личного пенсионного фонда, куда миллиардами стекаются деньги. Его политика она публична. Конечно, как у любого политика есть определенная непубличная часть, но это самая публичная из всех политиков, которые есть в Украине с момента обретения независимости. Из обещаний у него было нескольких серьезных обещаний по рынку земли, например, по банковских реформах, не допустить, например, ему все время забрасывали, что он вернет приводбанк Коломойск, он ведь он же работал в Коломойске, но три года президент приводбанка был там, где он был, там он и остается. земельная реформа ввела частную собственность на землю. Реформа государственного банковского сектора снизит долю государства к 2025 году с 60% до 25%. Он обещал ликвидировать институт неприкосновенности для народных депутатов. Эта конституционная норма была изменена. Он обещал, что ключевые вопросы украинской политики будут выноситься на референдумы. Новый закон о референдуме был принят не сразу, потому что пришлось согласовывать с финансовой комиссией, с этой Европой. Две три стороны были дискуссии. До сих пор многие критикуют вот эту идею про всеукраинские референдумы, хотя она есть в конституции Украины. Но это он тоже сделал. Топ обещаний Владимира Зеленского, которые он выполнил. Выйти из бизнеса. С мая 2019 года Зеленский перестал заниматься предпринимательской деятельностью. Принять указ о настоящем народовластие. Принять закон о референдумах. Привести новых людей во власть. Возвратить из российского плена украинских моряков. Сохранить стабильную работу Приватбанка после приватизации. Снять неприкосновенность народных депутатов. Принять новый избирательный кодекс, который вводит пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Принять закон об импичменте президента. Принять закон об инвестиционных нянях. Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро. Запустить рынок земли. Разрешить продавать и покупать земли сельскохозяйственного назначения. Создать государство в смартфоне. Цифровизация услуг. Часть обещаний он выполнил, часть нет. Была статистика, насколько я помню, в прошлом году есть такой у нас сайт. Вообще целый ряд проектов занимаются оценкой выполнения политиками их обещаний. Так вот, подсчитывали по Зелецку. Около четверти обещаний было выполнено в прошлом году. На прошлый год. Где-то, по-моему, это лето прошлого года, если не ошибаюсь. И около 60%, больше половины находились в процессе выполнения. Это высокие показатели? Да, да, это, я бы сказал, выше украинской нормы. С приводом дорог, с приводом дорог, мне не мать, что сказать, потому что нет дорог. И с приводом войны мы сделаем все, чтобы ее закончить. Очень спасибо. Слава Украине! Что касается быстрого завершения войны, то я напомню, об этом, наверное, многие забыли, такое же обещание давал и Порошенко. Он вообще обещал чуть ли не несколько часов закончить войну. Ему потом это критиковали, ему потом это часто напоминали, критиковали. Порошенко обещал продать свой бизнес, что в итоге не произошло. Но это как для сравнения. В эту ловушку попал и Зеленский, тем более, что у него не было политического опыта. Что касается мирной программы, он попытался это сделать. Первые его решающие шаги были связаны именно с прекращением войны. И подвижки были. Удалось выйти навстречу на высшем уровне лидеров стран Нормандской четверки. Но именно там оказалось, если Зеленский готов к компромиссам, то Путин нет. Путин требовал урегулирования конфликта на Донбассе на своих условиях. А Зеленский уже в первые месяцы своего управления поножил, что это невозможно. Зеленский в первые два года своего президентства запомнился тем, что он постоянно менял свою команду. То есть было обещание, что он приведет новых людей. Он их перевел, но он их менял. Вот что происходило? Не удавалось найти нужных людей? Это обычная, я бы сказал, такая украинская политическая болезнь, что вот гирями люди висят на ногах и политики не могут от этого шлейфа прошло бы избавиться. Поскольку у Зеленского таких гирьев не было, он был много лицов в команде, он не боялся экспериментировать, он давал шанс многим, и те, которые ему не удавалось, они этот шанс, собственно говоря, теряли. За счет этого он постоянно держал свежую кровь, она бурлила, скажем, многие это называли кадровой чехардой, а я скажу, лучшая такая кадровая чехарда, чем болото, которое украинская политика представляла многие десятилетия. Сама смена команды, это уже говорит о том, что что-то изначально пошло не так, и когда меняются просто все, когда меняется правительство, когда меняется глава офиса президента, когда меняются советники у президента, это уже говорит о том, что изначальные обещания, с которыми пришел этот кандидат, они, выполнение этих обещаний команда, встретилась, предыдущая команда с какими-то непреодолимыми трудностями, что вынудила эту команду заменить, и соответственно уже новая команда, она не пользуется с такой же популярностью, как та первая, которая пришла на волне выборов и на волне избрания нового президента. Я бы не сказал, что украинское правительство, сформированное Зеленским, было образцом компетентности и чистоты. То есть, было немало ошибок воевать в три Зеленских года. Не будем забывать, что со своих 73%, с которыми он выиграл выборы в 2019 году, Зеленский опустился до 23 в феврале нынешнего года. Конечно, для устойчивой власти хорошо бы, чтобы уровень доверия был повыше, потому что, чем выше уровень доверия, тем легче проводить реформы. Но, как для страны, лучше иметь несколько политиков с таким уровнем доверия, чем одного Лукашенко или Путина, которому рисуют 80-90% поддержки. Потому что, в данном случае, в Украине есть конкуренция. Ровно через год после избрания рейтинг Зеленского составлял 40%. Значит ли это, что Зеленский терял поддержку? Либо нужно мерить здесь по первому тур. Нужно мерить в первую очередь по первому туру. Это самое корректное сравнение. То есть 40% это, конечно, больше, чем в первом туре. Можно говорить, что он даже поддержка выше, чем в первом туре. Но, как я говорил, в первом туре много людей даже не ожидали, что он может выиграть выборы. И поэтому не голосовали за него. Хотя потом эти же люди пошли и проголосовали за его партию. То есть, на самом деле, если сравнивать динамику, то все-таки нужно отталкиваться, что его реальные электоральный рейтинг в условном первом туре в 2019 году должен был быть 50-60%. В данном случае мы видим 40% это уже на самом деле снижение. формально больше, чем в первом туре, но фактически это снижение, потому что до этого осенью 2019 года его рейтинг был значительно выше. Эта тенденция к снижению была почти постоянной, кроме полугода в 2021 году, когда были введены санкции против Виктора Медведчука и его телеканалов, то есть против пророссийских сил. В этом случае на полгода некоторым его рейтинг немного поднялся, но потом начал ухудшаться. До того, как вы стали членом команды Зеленского, он в предвыборной агитации заявлял, что идет на один срок. А когда вы уже были пресс-секретарем, он в интервью говорил, что одной каденции будет недостаточно. Почему он так поменял свои взгляды и как вы решали внутри команды, как правильнее озвучивать такой тезис? Когда Владимир Зеленский заходил в президентство, он только учился тому, как быть политиком в настоящей жизни и стал понимать, что, наверное, те глобальные цели, которые он ставил перед собой, они занимают намного больше времени, включая политическую борьбу внутри страны, включая эти вызовы внешние, которые мы проходили. Это скандал с американским президентом Дональдом Трампом. В июле 2019 года состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В сентябре 2019 года газета The Wall Street Journal сообщила, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп попытался вынудить Зеленского начать расследование против сына своего соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Сын Джо Байдена Хантер Байден с 2014 года входил в совет директоров одной из крупнейших в Украине газовых компаний. Скандал стал причиной запуска процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. И коронавирус, который застопорил столько стран, экономик, развития стран. И, конечно же, война, которая сейчас просто поставила все на холм. Ну и, во-вторых, президент достаточно гибок в принятии решений. Но и есть такой, вы знаете, политтехнологический элемент. Я не знаю, знакомы ли вы с ним. Но, в общем-то, говорят всегда, если ты хочешь идти в президенты, первое, что ты делаешь, это говорить, что не идешь. Я думаю, там проблема была в окружении, потому что, опять-таки, очень много было людей вокруг Зеленского. Если он не идет на второй срок, то просто могла начаться междуклановая грызня в окружении Зеленского. И поэтому, я думаю, что его где-то вынуждали к тому, чтобы эту радикальную позицию свою изменить. Все-таки стабильнее было бы для окружения, если бы остался тот же президент и вокруг него осталось бы то же окружение. И это продлило бы для них, собственно, эту стабильность. До войны была определенная тенденция по поводу того, что Владимир Зеленский пытается как-то подверсти под себя все финансовые информационные ресурсы, но это было связано с его желанием пойти на второй президентский срок. По состоянию на октябрь 2021 года было очень много обещаний, которые давал президент во время своей избирательной кампании в 2019 году. И эти обещания не были выполнены. Топ обещаний Владимира Зеленского, которые он не выполнил. Завершить войну на Донбассе, продать президентские самолеты, создать механизмы отзыва народных депутатов, победить коррупцию, заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе, перейти к страховой медицине, перенести из Киева в регионы некоторые центральные органы власти. Ему надо было как-то думать о будущем. В октябре был президентский квад от Зеленского. Он пытался вести себя как слон в посудной лавке, ну, условно говоря, пытаясь поделить на своих и чужих олигархов, на свои и чужие информационные ресурсы, на своих и чужих блогеров или журналистов. Вот это деление, оно очень сильно ощущалось. Сейчас это деление тоже осталось, но мы, начиная с 24 февраля 2022 года, видим другого Зеленского, я бы так сказал, потому что если он раньше был человеком, вышедшим из шоу-бизнеса, но человеком, который пытается стать президентом, то начиная с 24 февраля, мы видим человека, который стал лидером нации, и это не преувеличение. Когда для вас стало очевидно, что Зеленский и Путин, они вообще никак не смогут договориться, и все дело может идти к войне? С самого начала было понятно, что это, опять же, возвращаясь к идее полярных психотипов, что это очень разные люди, которые смотрят на мир существенно и качественно по-разному. Поэтому договориться по-хорошему они не могли. Одна из сторон могла заставить принудить другую чему-то. Что Владимир Путин пытался сделать сначала с помощью Запада, поскольку он всячески подчеркивал, что в принципе не ведет никакого серьезного разговора и переговоров с Украиной. Украина это его территория торга с Западом, он ведет переговоры в лучшем случае с Германией и Францией, но на самом деле с Соединенными Штатами Америки, которых он только и признает своим настоящим контрагентом, от которых все и зависит, поэтому если США на что-то даже что-то гарантируют, то это Россия устраивает. Все остальное это какие-то промежуточные палеотивные варианты, в надежности которых Кремль не может быть уверен. Чем позиция Зеленского в отношении Путина и договоренностей с ним отличалась от Порошенко? Порошенко, он пытался все-таки, мне кажется, пытался отчасти сделать так, чтобы Россия не вторглась полномасштабно или не создавала ему каких-либо проблем. Почему я так думаю? Потому что при Порошенко могли абсолютно спокойно закрыть пророссийские каналы Медведчука. Пришел Зеленский и он четко рубанул сразу. Он что сделал? Он закрыл просто все каналы Медведчука. Понятно, что, скорее всего, это был один из моментов, по которым Россия приняла решение, что все идет не так, как им хотелось бы. Потому что горизонт планирования у российских политиков, наверное, он больше 5-10 лет, 15 лет. Задача была уже внутри Украины построить активную силу сопротивления, накачать ее с помощью своих медиа, засунуть ее в парламент и дальше уже с помощью медиа, которые они планировали докупать, развернуть политику в ту сторону, в которую они хотели. Зеленский мало того, что закрыл каналы Медведчука, он еще и посадил Медведчука. То есть он посадил архитектора и стратега всей вот этой пророссийской пятой колонны в стране. А это уже, наверное, стерпеть не мог никто, особенно в Кремле. Миллиарды долларов были потрачены на прокачку этих политиков, этих медиа. Поэтому Зеленский, он, мне кажется, больше такой, ну, более резкий. Война была неотвратима, она нависала, потому что Путину необходимо было аннексировать всю Украину в качестве решающего аргумента в борьбе с Америкой, в его походе за разрушение американо-центричного мира. Поэтому был бы Зеленский президентом или кто-то другой, любой человек, кто не пошел бы на полноформатную имплементацию Минских соглашений, а на такое мог пойти только политик типа уровня Виктора Медведчука или кого-то из его единомышленников по партии оппозиционной платформы за жизнь, конечно, не избежал бы войны. Почему Зеленский перед войной не раз заявлял о том, что он не может связаться напрямую с Путиным? В чем проблема, если сейчас существует телефонная связь? Путин перестал разговаривать с Зеленским какое-то определенное время назад. Мне кажется, это было около года или полтора назад. Я точно не помню. Действительно, эти звонки, они очень часто приносили результаты. Как пример, я скажу, 27 июля 2021 года. Тогда президенты договорились о перемирии на Донбассе. И оно действовало достаточно долго. Действительно, почти не было нарушений. То есть нарушения уменьшились в 18 раз. У нас всего за полгода умерло 5 военных от военных действий. Это было в 9 раз меньше, чем предыдущие полгода. И даже вот недели и месяцы, когда жители Донбасса, они не слышали перестрелок и не происходило никаких боев. То есть эти разговоры действительно могли давать какой-то определенный результат. С другой стороны, как это устроено? Позвонить другому президенту можно с согласия с той стороны. Есть два способа. Первый — это личный контакт. Второй — это через протокол, когда протокол одного офиса связывается с протоколом другого офиса. Идут договоренности определенные, какие вопросы будут обсуждаться, когда есть время у обоих президентов, на что мы рассчитываем и так далее, и так далее. Вот Кремль больше трубку не берет. Ни на один из этих способов. То есть Путин не берет трубку ни на личный телефон, ни протокол не согласен для того, чтобы разговаривать. Путин полностью закрыт. Я не знаю, в бункере он или нет, я этого не проверяла. Я не знаю, откуда эта информация. И в принципе это не имеет значения, потому что у президента есть связь в бункере. Зеленский готовился к этой войне? Если готовился, то как? Что изменилось в этой подготовке в последние месяцы перед войной? Потому что есть ощущение, что все-таки не готовился и была надежда на то, что именно полномасштабной войны не будет. Я вам честно скажу, поскольку я сам работаю в правительственном квартале, в парламенте, даже 23 февраля среди многих народных депутатов до конца тоже была надежда, что такого не будет, что это какой-то блеф, потому что понимаем, что Россия во многих случаях очень красиво умеет блефовать. Надо понимать одну простую вещь. Когда страна готовится к войне, 80% информации об этой подготовке не выносится в публичную сферу. Об этом же не говорят на каждом углу. Теперь, что касается конкретных фактов. В Украине уже при Зеленском была запущена реформа системы военных закупок, потому что там было много проблем, было много коррупции. По этой причине в прошлом году Зеленский поменял и руководство Мстерства обороны и руководителя бенштаба, командующего вооруженными силами Украины. Кстати, новый руководитель вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный, имеет огромный авторитет в армии. Как показывает ход войны, это было правильнее кадровое решение. Смотрите, подготовка действительно ишла еще за полгода, еще летом Верховной Раде был принят новый закон о национальном сопротивлении. Это на основании которого теперь у нас сформировано еще одно подразделение, которое входит в состав ЗСУ. Это территориальная оборона. Единственный момент, как я считаю, закон нужно было вводить все-таки не с 1 января, а, скажем, раньше, условно, хотя бы с 1 сентября. Возможно, тогда бы у нас бы получилось бы более эффективно обучить даже людей, которые решили стать на защиту Родины, то есть своей территории, и, возможно, у нас бы не было на тот момент первый период вот такого ужаса, как это было в Буче. Это, опять же, возможно. Конечно, подготовка у нас вооруженных сил уже качественно поменялась. Для Зеленского, судя по его риторике, было неожиданностью то, что со стороны Беларуси идет военное вторжение России на Украину. Но при этом для всех же было очевидно, что Лукашенко достаточно зависим от Путина, что Лукашенко будет выполнять какие-то стратегические задачи, которые интересны для Москвы и Кремля. То есть для Зеленского это не было очевидно, что ли? Это не было очевидно для огромной части украинского народа, к сожалению. Одно же дело говорить про народ, который видит какую-то картинку, а другое дело про политику. Лукашенко не раз и во время между прочим той же встречи в Житомире он в открытую говорил Зеленскому, что никогда никакой угрозы Украине со стороны Беларуси не будет. Он говорил украинским журналистам об этом не раз, что никогда русский солдат не войдет в Украину с территории Беларуси. да, да, это было неожиданностью для многих, было ли это неожиданностью для власти, но судя по тому, насколько удачно были отбиты атаки на северном направлении, настолько, что российское командование было вынуждено сделать вид, что они добровольно уходят с Черниговско-Киевского направления. Я бы не сказал, что это было прям неожиданностью для украинской власти. Смотрите, в международной прессе писали, что Америка незадолго до 24 февраля предупредила Зеленского о том, что Москва нападет, но он, мол, никак не отреагировал. И вот есть две версии. Одна, что он действительно не предполагал полномасштабной войны, а вторая, что он только сделал вид, что не поверил США, иначе пришлось бы начать какие-то переговоры с Путиным, идти ему на уступки, чего Зеленскому не хотелось. Вот что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что президент Украины принимал во внимание и данные разведки и наших западных партнеров, и Соединенных Штатов Америки, и Британских, и, естественно, и украинской разведки. Ну, опять же, политика это дело тонкое, особенно в таких возможностях. Я, конечно, считаю, что он все-таки старался этого избежать, лишний раз, возможно, не провоцировать, потому что, да, вот это нагнетание, которое было, ну, скажем, на начале февраля, в январе, оно у нас даже в Украине вызывало несколько, тоже много вопросов. Я бы хотел просто обратить внимание, что когда пошли первые ракетные обстрелы по нашим военным базам, то есть в ночь 24 февраля, да, то все, что могло летать, то есть мы говорим о авиации, системе ПВО, то есть все было поднято в небо, и система ПВО тоже по максимуму, то есть покинули вот эти постоянные места дислокации, поэтому первые удары нанесли по нашей инфраструктуре военной очень незначительный ущерб, что позволило нам, в принципе, выиграть время и, в принципе, достаточно эффективно бороться даже с той навалой, которая, в принципе, пришла на территорию Украины. Смотрите, еще один вопрос. Зеленский периодически критикует Запад за недостаточную именно военную помощь, в том числе за то, что они не закрывают небо над Украиной, за то, что недостаточно вооружений поступает. Может ли быть такое, что на самом деле Запад и не заинтересован в победе Украины, потому что он боится, что если Путин не получит Украину, он будет как-то обижен, он не получит то, чего он хочет и может напасть на Запад. Можно ли всерьез говорить про такую версию? Ну, вообще-то да. Потому что, вот смотрите, у нас много цинизма, с которым вот эта война показала. У нас рвало маски не только Путину, но и многим западным политикам. Если бы Запад вовремя отреагировал, вот даже еще до Украины, вот по вопросам Грузии, когда вот по вопросам Чечни, по вопросам Приднестровья, а потом уже по вопросам Украины, вот по Крыму, поверьте бы, войны бы не было. Но когда после аннексии Крым, то есть, и шел вот проект полным ходом «Новстрим-2», и наша дипломатия, наши, все, кто мог, вот старался этот проект заблокировать, благодаря, опять же, странам Польши и другим странам, то есть, и если бы не война, не факт, чтобы мы этот бы проект удалось бы заморозить, да, или заблокировать полностью. И вы же знаете, да, Зеленский недавно озвучил вот этот тезис, с чем обращался Макрон, чтобы Украина отдала не свои территории, какие-то там территории, для того, чтобы Путин успокоился и вышел с красивым лицом. Такая инфантильность, ну, она точно не делает Запад сильным союзником, потому что Вторая мировая война начиналась именно по таким же похожим критериям. А почему Зеленский не покинул Киев с начала войны? Ну, например же, Янукович сбежал из страны, когда почувствовал опасность и в стране был конфликт. Ну, потому что Зеленский не Янукович, не Порошенко, он другой. Он не такой простой, как кажется многим, особенно его оппонентам. Вот это восприятие Зеленского как слабого, оно доминировало даже в Украине очень у многих, особенно оппонентам. А мне кажется, Зеленский все-таки имеет внутренний стержень. Во-вторых, у него, знаете, у него, как говорят у нас, вот чуйка очень большая. Ну, то есть интуиция, ощущение, настроение, понимание того, как надо правильно действовать. Мне кажется, вот это мое предположение, конечно, гипотеза, но в первые часы и в первые дни войны, когда действительно была огромная опасность, что россияне могут захватить Киев, он, во-первых, доверился военно, вот он умеет доверять людям. Он доверился военным, их обещаниям, что не смогут защитить Киев. Зеленский понимал, где его место, он остался в Киеве и уверен, что если бы он уехал, ситуация могла бы развиваться совсем по-другому сценарию. Вы сейчас с Зеленским поддерживаете связь, вы как-то контактируете? Ну, это, насколько я не знаю, корректно об этом говорить или соответствует это протоколам безопасности, но, будучи советником главы офиса, я имею доступ ко всему, что мне необходимо для хорошего, скажем так, исполнения своих полномочий. Я живу в офисе президента повседневно. Сейчас я нахожусь не там, но первый раз я ночевал дома с момента начала войны, это было середина, это было 16 апреля. Просто интересно, как сейчас работает Зеленский. Вот меня этот вопрос, на самом деле, мучил с самого начала войны. Например, удается ли ему поспать? Ну, его состояние каждый день, каждый зритель может просто увидеть на своем экране и каждый может сделать вывод о том, как он изменился, как ему... Ну, он реально, да, когда мы его спрашивали, как он появлялся, я постарел, это видно, посмотрите на меня. Вот. Я стал мудрее, но зачем мне эта мудрость, если это включает в себя необходимость говорить матерям о том, что их дети погибли на войне. Я не хотел такой мудрости, она мне не нужна, но я ее... Эту мудрость приобрел, она со мной теперь. Поэтому он, конечно, стал намного... как личность, он стал намного сильнее, хотя он и был достаточно такой, я бы сказал, неординарной личностью. А какой Зеленский в повседневной жизни? Зеленский остается скромным человеком, это достаточно легко убедиться, просто посмотрев, как он одет. Об этом уже писали в нашей прессе, там, у него красотки в Сан-Коне, по-моему, они стоят меньше 100 долларов, часто это футболка украинских вооруженных сил или даже этот бренд 5.11, который сейчас популярен, они там все равно достаточно лояльные цены. Я в его кабинете сколько раз был, но там этот мебельный гарнитур, который стоит, он там стоит уже 20 лет. Это еще покупалось при президенте Кучме, он тогда ничего нового не купил, та же самая мебель, из-за того, что он там принес, там какие-то книжки, детские рисунки, какие-то там фотоальбомы, какая-то, ну вот такая, вот знаете, обычная, там стоит, например, графин с петухом, которого ему подарили, и Джонсону на Майдане. Если помните, когда Джонсон был в Киеве, ему подарили два, например, графина. Я купила для друзей из Польши вот таких петушков, они были на бородянке, на шкафчике, стояли, вот такие петушки остались, да, я хотела бы их подарить. Я из Лондона. Я из Харькова. Это обычное гончарное искусство, цена в базарный день, не знаю. Если 100 долларов будет, это будет хорошо, ну, может, сто и есть. То есть, даже вот в этом все видно, что его, он абсолютно приземленный, и это тот же самый простой человек, которым он был, я его, когда поздравляю с днем рождения, всегда говорю, что то, что он выбрал, это неблагодарный путь, и ждать благодарности своих соотечественников в момент правления, очень легкомысленная эта идея, что тебя отблагодарят сейчас, а вот благодарить будут будущее поколение, чтобы он не сдавался. И с года в год я ему пожелаю на день рождения. А может ли Зеленский выиграть эту войну у Путина, и почему? Все-таки Россия, она по своим ресурсам гораздо мощнее Украины. Мы видим, что на фронтах Украина может побеждать Россию. И уж точно с точки зрения морального капитала, приобретенного в последние месяцы, Зеленский уже победил и готов к дальнейшим успехам. То есть, по факту, это может закончиться тем, что Зеленский выиграет в этой войне? Путин куда-то уходит? Это может закончиться именно так, и это, на самом деле, не только большой успех для Украины, но и большой риск, потому что самооценка Зеленского и ключевых членов его команды резко растет сейчас и будет еще продолжать расти. И это во многом объективно оправданно, потому что Зеленский действительно выглядит современным Черчиллем, хотя бы специфическим Черчиллем эпохи Джохера. И потом, когда война закончится и начнется реализация плана восстановления Украины, украинского аналога плана Маршева, спонсируемого в первую очередь США, и ближайшими союзниками станет вопрос о том, а кто будет управлять этой программой восстановления. И США, конечно, не захотят, чтобы это был Зеленский, а захотят, чтобы это был прозрачный коллектив международно признанных специалистов. И здесь будет конфликт между Украиной и спонсорами ее восстановления. Но пока, вероятно, об этом слишком рано говорить. Инициативой владеет тот, кто атакует. Россия атакует, да. Она вводит в бой большие массы артиллерии, авиации, бронетанковых сил. Она владеет инициативой, но продвижение чрезвычайно медленное. Россия первоначально планировала блицкрик, то есть они планировали ударами в районе Киева на южном направлении вызвать, скажем так, панику, психологический стресс в руководстве Украины у того же Зеленского. Но к чести Зеленского он оказался человеком решительным, волевым, и поэтому не испугался. Россия приняла решение ввести план «Б». Он заключался в ликвидации группировки на Донбассе. Россия решила наступать через Донбасс, потому что и подвоз боеприпасов, и ресурсов гораздо ближе был, короче, чем в район Киева. Поэтому главным стало это направление. Что касается украинской стороны, то на ее стороне были следующие преимущества. Прежде всего, мощнейшие оборонительные укрепления. Некоторые из них, по данным источников российских, заглублены на глубину до 8 метров. Ну, еще одно преимущество – это, скажем так, высокий профессионализм и мотивированность кадровых частей украинской армии и боевая выучка, которые занимают эти укрепления. Сейчас очень тяжелая идет борьба, потому что, как и в первом случае, расчет Российской Федерации не вполне оправдывается, так как укрепление украинской стороны оказались гораздо мощнее, чем думала российская сторона, и даже применение тяжелой артиллерии не может разрушить многие укрепленные районы. артиллерии. Кроме того, это усталость войска тяжелых боев и потери. Война приняла позиционный характер, поэтому быстрых рейдов, обхватов, обходов, быстрых танговых атак не предвидится. Я могу сказать, что за это время Зеленский стал не только лидером нации, но и человеком, влияющим на мировую политику. До войны окружение Зеленского достаточно часто в интервью пыталось представить его как человека, который является одним из лидеров мира, условно говоря, то есть человеком, влияющим на мировую политику. Это был перебор, и с этого очень часто насмехались его оппоненты, в том числе журналисты, но начиная с 24 февраля Зеленский действительно стал одним из лидеров мира, я бы так сказал, он стал президентом с опытом руководства государства в условиях войны. Такого опыта на европейском континенте нет ни у кого, поэтому я думаю, что сейчас надо воспринимать Зеленского не только как президента Украины, но и как человека, действия которого и заявление которого влияет на мировую политику. Верно я понимаю, что сейчас как раз таки Зеленский рискует войти в историю как человек, именем которого будут называть аэропорты, например, как существует там аэропорт имени Кеннеди, ставить какие-то памятни и так далее, и что это станет первый прецедент, когда в Украине так массово будут воздавать дань памяти президенту и так уважать его. Да, вы правы, у нас на самом деле всех президентов мы не любили, и на самом деле это наше преимущество, потому что это был наш предохранитель от диктатуры. Пришел Кравчук, некоторые проблемы, ну и пошел вон. Пришел Кучма, но опять же он не воспринимается как некоторые отец современного украинского государства. И все остальные президенты так же самое. В некоторой степени возможно через много поколений на эти лавры может претендовать Петр Порошенко, но на данный момент опять же сохраняется стойкое отрицательное отношение к нему. А Владимир Зеленский действительно в случае успешного отражения и будем говорить после успешного отражения российской агрессии, после завершения войны на условиях нормальной для Украины, после вступления Украины в Европейский Союз при содействии именно Владимира Зеленского как нынешнего президента, то, конечно, он будет восприниматься как некоторые отец или зачинатель современного украинского государства и нового украинского общества. Сейчас украинские обществоведы разные, политологи, социологи обращают внимание, что война и крахы это фактически крах предыдущих структур, которые сформировались в Украине и шанс построить новые структуры, в том числе в рамках Европейского Союза. И, конечно же, Зеленский как президент в этот период будет восприниматься как тот, кто был первый действительно в случае успешного действия далее. Его не могут назвать и улицы, и аэропорты, и проспекты. Хотя, надеюсь, уже поспектно, потому что при жизни назвать тоже не очень хорошая практика. А как вы относитесь к Владимиру Зеленскому и верите ли в его шанс на победу в войне? Делите своим мнением в комментариях, не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал. Эта программа была создана Белорусским Расследовательским Центром. Мем Расследовательским Расследовательским Расследовательским